друзья всем привет наше приключение продолжается мы сегодня покинули вот этот вот город турунг в котором жили и здесь вот такая вот интересная дорога в сторону мармариса по сути здесь одна дорога только вы по этой одной дороге можете сюда приехать и уехать соответственно тоже такая серпантинная прям серпантинная вообще вот вот здесь вот видно уже город и чмелер перед мармарисом и вон там за той за горой за за холмом там будет город мармарис совсем ряд рядышком здесь все но дороги вот такие вот прям в капец какие серпантинные на самом деле это кажется что она такая страшная на самом деле она такая интересная вот здесь в некоторых местах только отбойники стоят поэтому если вы боитесь высоты я даже не знаю как вам в этот город турунг ехать и вот мне было интересно как сюда автобус приезжает ну хотя наверное если потихонечку не спеша наверно заедет если торопиться не будет просто в некоторых местах есть такие повороты прям резкие резкие еще мусорный бак они вот здесь поставили для кого-то на самом деле в турцию очень чисто и вот даже мы на новый год когда гуляли по улице в бодрыми там сразу ходили дворники с мешками и если не культурные люди допустим бросали там бутылки или еще какой-то мусора этот дворник сразу моментально собирал и поддерживал чистоту а когда чисто ты просто психологически не хочешь бросать не хочешь нарушать эту чистоту короткая эта дорога за пять минут и можно проехать желание даже еще быстрее а так она же сама разгоняется ну ты чё я не могу тормоза греть ты чё не шути тем более тут вон камни пады нафиг надо нужно быстрее все сейчас вот мы вот этот поворот проедем и по сути уже все больше не будет вот сейчас один только поворот ну вот за этим поворотом будет такой резкий поворот налево и потом уже все у нас сегодня по плану проехать 106 километров дорога займет она пишет что полтора часа но я думаю мы к трем только приедем в гочек мы будем проезжать мармарис мимо дольяна будем проезжать мимо доломана будем проезжать по сути там в этих городах чего интересного обычные простые городочки мы уже снимали вам на них обзоры там катались там можно найти много интересных мест остановиться на автодоме либо на чем-то таком своем а с отелями там не очень хорошо вот здесь значит эйч миллер закончился и я думаю сразу начнется сейчас мармарис что я могу сказать что здесь очень много зелени и очень красивые ландшафты но много серии никак и все выгорело все были пожары лесные и это все у них здесь сгорело все равно очень зеленый город и такой не пыльный чистый но мармарис он более такой конечно же тусовочный город он как и фетхи это вот такие города про бары рестораны какие-то ночную жизнь мармарис наверно особенно потому что мы парковались там сайте сзади ночных клубов вот это где клубная улица и прям там такой контингент прям все синие без синие кто-то там прям спал на улице но это наверное как во всех больших городах такие вот райончики можем найти все вот мы заехали уже в мармарис но он вот такой вот здесь ходят только уборщики с метлами и все туристов вообще нету местных жителей тут тоже мало и вот мы едем сейчас 11 часов но практически все закрыто и очень мало людей туристов вообще практически нету знаки какие свинюшка поросюшка если собак не кормить 20-30 минут можно доехать вот с этого места где мы жили турок с одной стороны хорошо что нет машин нет людей можно все прямо обследовать исследовать спокойно без очередей температура здесь 14 градусов такое ощущение что там было потеплее 16 это так такая улица здесь она прям отельная и с правой стороны там набережная большая новая и вот эти вот отели которые с правой стороны они все находятся прямо на берегу некоторые наверное прям на берегу некоторые на 2 на 3 линии даже эти не работают светофоры даже не работают если в сторону крепости поехать там будут узкие улочки там на машине вообще нереально ездить даже на мопеде тяжело там только человеку ходить пешком вот он мигрос и с правой стороны вот это биг шеф и вот отель мото в котором мы жили ну так себе отель на одну ночь в принципе можно остановиться с учетом того что здесь кроме него практически ничего не работает то можно но так идет эта дорога то есть она внутри и вот все что справа это уже домой набережная там уже не получится проехать там только пешочком ходить первый светофор за сегодня на котором мы остановились вот собственно здесь и вот это вот продолжение идет набережной если туда назад пойти то там будет вот такая набережная тоже с пальмами набережная да у них красивая пальмы здесь свое дело делают конечно там прямо будет вот этот замок крепость где мы с вами гуляли здесь торговые центры банки отель и ресторан все вся инфраструктура есть но я думаю мы здесь не будем останавливаться наверное это уже для меня считается большим городом марморис мне нравятся такие деревеньки то есть где нет туристов никого нет не туристические места 15 градусов начала января но они ходят вот так в куртках но вот мы например вчера загорали возле бассейна два часа прям солнце так еще неплохо светило прямо если пойти направо налево за вот это все зайти туда там будет уже старый город ну и все такое самое интересное туда уж дороги нет туда только если проезжать то по каким-то подворотням и там вот это вот начинается улица клубов но это большой до город такой курортный туристический вот мы сейчас даже едем уже заехали далеко в центр и все равно здесь как-то все чисто убрано вот этой пыли нет как фетхи фетхи очень пыльный город и ну вот это вот здесь развилка такая где мы сейчас выйдем найти 400 и отсюда можно попасть и в измир и муглу и в дачу такая развилка здесь в этом городе видите все машинки чистенькие блестят ты не потому что они вымыты а потому что сам по себе город чистый вот если вы сейчас поедете фетхи там будет очень пыльно прям вообще невероятно пыльно у них здесь нет пыли нет грязи потому что все открытые части где земля может быть они все либо закатаны в бетон либо в асфальт либо в плитку тротуарную либо трава растет и поэтому у них нет нигде здесь пыли если вы едете вот так вот здесь с одного места на другой то постоянно набор высоты где-то тысячи полторы тысячи метров вверх-вниз вверх-вниз вот девяносто пятый стоит 20 лир здесь когда мы приехали он был 18-19 это примерно 500 тенге но топливо качественно и его хватает очень надолго вот мы марморец покидаем и как раз по этой же самой дороге мы сюда приезжали где-то две недели назад ничего не поменялось по четыре с половиной тысячи метров по четыре с половиной километра будет на пять процентов подъем дорога хорошая это вот z400 опять мы на нее выехали она начинается вот как раз вот на этом полуострове где город дача и заканчивается там возле рана на востоке далеко очень длинная дорога трасса я по ней очень много ездил гибрид он вот в эти затяжные подъемы по 5 по 7 процентов он очень хорошо заходит вот он за счет электро батарейки электромоторов он это все как-то компенсирует вот вороты редко даже выше 3000 поднимаются на самом деле вот здесь вот такой вот крутой резкий подъем он на двух на трех тысячах заезжает спокойно двигатель вообще не напрягается уезжаем сейчас уже в городу гочек и вот здесь вот во первых единственный туннель на дороге с бодрума во вторых он платный я не знаю почему здесь они не строят туннели и почему именно этот туннель платный если вы поедете на восток пойти 400 там будет очень много туннелей и они будут бесплатные вы можете объехать вот так вот если направо поехать там по горам попетлять чуть-чуть а можно же за 6 секунд вот здесь его спокойненько проехать 15 лир всего лишь стоит это меньше доллара но он сэкономит вам очень много времени и топлива и силь и сил в общем туннель один километр всего лишь туннель очень хороший качественный как и все в турции в принципе вот две полосы в одну сторону две полосы в другую сторону вот единственно для меня загадка почему он платный я когда ехал в том году на восток я вот такие туннели проезжал в день по 10 по 20 штук и нигде не платил вообще то есть вот на участке на этом будет единственное место где нужно заплатить причем там девочка кассир сама берет деньги обычно вообще в турции платной дороге они считывают номер с машины и потом как-то это все вставляется счет либо там есть на машинах специальная метка короче говоря если вы арендуете потом вам это выставят просто счеты там какие-то копейки очень низкие цены здесь на платной дороге по сравнению с европейскими здесь вообще практически нисколько не стоит и ну вот мы с вами сейчас проехали через эту гору через скалу на самом деле это гораздо проще потому что у меня до этого когда мы ехали туда в ту сторону у меня навигации стояла функция чтобы она меня отводила от платных дорог и в общем она потащила нас нам через горы через горы тоже недолго но она не стоит того 15 лир проще заплатить и спокойным образом проехать вот мы сейчас уже вниз спустимся и там будет город кучек вот мы только что въехали в кучек и очень много сели и мне этого не хватало в подруме и вот на этом полуострове которые рядом с воду мне нравится когда большие деревья когда много зелени прямо дорога вот так и 400 уходит антка человек можно свернуть он находится рядом с морем и вот в сторону немного 400 на самом деле город очень маленький его можно обойти за полдня наверное полностью все улицы сейчас мы только съехали здесь 400 и сейчас метров через 500 там уже будет центр город классный он мне сразу понравился и сюда любят приходить на своих яхтах именно такие всякие разные самостоятельные люди поэтому а мы будем как раз рядом шить прошлый раз мы когда сюда приезжали вот этот магазин был закрыт это специальные каталки за нее можно держаться она будет катать под водой вот вот здесь мы жили вот в этом и nb home hotel мы жили а теперь мы будем жить напротив вот в этом здании розовым розовые фламинго осталось только найти парковку все а вот здесь мы жили такие штучки есть стаканчики общественные и любой человек может себе набрать воды в этом фонтанчике бесплатно бесплатная питьевая вода вот прям на улице вот так такие дома интересные собственной пристанью возле марины вот восточной части города заводь такая заходит и прям к домам подходит касса еще одна марина есть и вообще такой большой город оказывается как выяснилось очень много кораблей здесь всяких разных лодок и здесь несколько марин здесь друзья вот с восточной стороны марины понасыпали песка здесь белого привезли откуда-то не знаю и очень красивая тоже цвет воды во первых во вторых ну вот это все побережье все красиво и люди приходят загорать если туда прямо смотреть там будет кучек а сюда мы даже в прошлый раз не приходили даже не гуляли здесь здесь еще в этой марине есть такая детская площадка очень большая как и везде в турции и здесь вот учат пять видов узлов как вязать узлы морские узлы все так цивильно чисто а там вот парковка большая такая для машин и она под навесом я не знаю по моему сюда бесплатный въезд ну либо нужно какие-то заплатить копеечки но здесь прям вообще так круто все сделано очень крутая марина весьма весьма уютная комнатка санузел все большое такое даже диван есть та большая комната еще с видом на море за 1000 лир немного грязновато у совсем чуть-чуть прям в самую малость и вот здесь моря так себе видно кусочками только и здесь скорее всего очень шумно будет вечером вот так вот называется этот отель или я даже не знаю что это гостевой дом наверно просто вот на втором этаже а на первом этаже у них здесь ресторан бар кстати очень уютный такой винотека кухня то и естественно это все берегу они сказали что они здесь костры будут шечь огни вечером посмотрим какая-то здесь стая я не знаю рыб их здесь очень много вон там тоже под столами они видимо ждут пока гости начнут их кормить я здесь уже прикормлены их очень много причем рыбы такие серьезные сантиметров по 20 по 30 даже некоторые и никто их не ловит это как раз вот ресторан и мы вот там будем жить на втором этаже за этим деревом на самом деле здесь ресторанов очень много и рыб тоже кстати со всех сторон они прям ждут они их здесь прикормили и они прям ждут что их сейчас покормят короче здесь у нас на завтраке рыбам дали сыр рыбы эти сыр проворонили вот здесь у них один кусочек остался и краб забрал у них этот сыр он его схватил и унес гигантские рыбины а вон там еще рыбы есть сыр мы сейчас тут объехали эту марину заехали в глубь если вот туда прямо посмотреть там будет город гучек и у них здесь вот прям пасутся дикие кролики это реально ничьи кролики и они по моему даже людей не боятся у нас есть морковка хотите яхта российского олигарха дмитрий каменский что ли по моему его зовут если я не ошибаюсь в общем у нее размер 130 метров она длина и в ширину около 20 метров там спа бассейны две вернолетные площадки и ну вообще это яхта входит в десятку самых крутых яхт мира то есть здесь есть еще рядом в бодруми стоит час яхта абрамовича и вот это вот яхта flying fox короче говоря две эти ли яхты они стоят около миллиарда долларов стоимость фрахта этой яхты составляет 3 миллиона долларов в неделю и там 50 членов экипажа около 10 кают по моему и она может взять на себя на борт 70 тонн топлива в общем друзья это яхта находилась какое-то время в карибском бассейне и потом когда этот весь кипиш начался с россии с санкциями и и начали эту яхту там досматривать короче в общем на нее видимо положили глаз хотели на нее тоже санкции наложить и в общем ее экстренно сюда перетащили перевезли и она теперь здесь стоит здесь еще тоже стояла яхта абрамовича тоже в этой же бухте в этой же гавани в качеке и в общем сейчас яхта абрамовича вот эта эклипса она стоит возле бодрума мы прям мимо нее проходили а вот кстати обивают палочками и сейчас вот сверху будут делать пленку и будут создавать видимо какой-то микроклимат там для этих яхт может быть обрабатывать будут или еще что-то будет делать вот следующая яхта она вот так вот упакована тоже на зиму на зиму или я не знаю зачем они это даже делают в общем яхте короче олигархи перегнали в турцию с карибского бассейна но я честно говоря не знаю кто здесь в турции будет арендовать эти яхты 3 миллиона долларов в неделю и что самое интересное это то что эти яхты нужно в общем обслуживать и обслуживание я где-то прочитал обслуживание такой яхты стоит около 50-70 миллионов долларов в год то есть яхта стоит 450 или там 400 неделя фрахта стоит 2 миллиона обслуживание стоит почти 50 миллионов 50-70 миллионов долларов в год я не знаю вот насчет этой яхты но на яхте абрамовича там стоят там есть водный мотоцикл около 20 штук там есть катера лодки на борту там у него есть подводная лодка которая может прям с трюма спускаться под воду уходить она еще больше она 160 метров вот это будет яхта абрамович который стоит в бодруме и там охрана там лазерные какие-то системы которые предотвращают ну невозможно сделать фотографии там невозможно там на дроне подлететь там защита от ракет бронированные стекла короче говоря это плавучий грубо говоря замок такой и очень мощные моторы по 6 тысяч лошадиных сил два мотора стоят на этой яхте вот которую мы только что смотрели флайн фокс это чартерные яхты то есть это яхты этот человек когда такую яхту он себе допустим покупает он ее покупает исключительно для того чтобы она постоянно кого-то возила она была в море чтобы она работала то есть такую яхту для себя ну просто нереально покупать потому что даже есть один норвежский проект один миллиардер норвежский он построил тоже такую же яхту она еще больше и он оборудовал ее просто как такой плавучая лаборатория там классы учебные лаборатории всякие разные устройства которые позволяют изучать океан и даже там они сделали каюты чтобы олигархи ну либо какие-то гости могли покупать билеты на эти яхты и как-то окупать потому что 70 тонн топлива она берет она очень много расходует солярки и нужно очень много платить за ее обслуживание за масла за экипаж заплатить за платить за то что она стоит в гавани в бухте в марину за то что она заезжает вообще на самом деле очень много расходов связанных с яхтами все раньше думали что это яхта бэзоса джеффа бэзоса основатель на амазону он официально даже давал заявление делал что он это не его яхта и он даже ее не арендовывал на самом деле это яхта олигарха альшера османова есть тоже яхта обрамовича есть яхта и вот еще у этого дмитрия есть тоже яхта в общем русские олигархи они вот эти вот любят русские олигархи любят и арабские шейхи любят а вот все олигархи которые действительно очень богатые люди самые богатые люди планеты джефф бэзос илон маск билл гейтс уран баффет они вот этой ерундой вообще не страдают никогда у них там даже какие-то старые машины они у них нет вот этой болезни яхты покупать там еще что-то они могут в любой момент арендовать там неделю покататься и все забыть про это как бизнес это тоже так себе потому что вы покупаете яхту эту строить несколько лет платите грубо говоря 500 миллионов долларов и когда там у ее кто-то зафрахтует когда ее кто-то арендует это неизвестно за три миллиона то есть желающих ну наверное конечно найдутся желающие но мы здесь были две недели назад она стояла и грубо говоря вот на новогодние праздники она простояла хотя это самое такое время наверное где-то в карибском бассейне где там в америке где действительно богатые люди там да ну еще в любой момент могут санкции наложить и сказать все наши яхты до свидания поэтому наверное они эти яхты все и сюда и перетащили в Турцию все мы возвращаемся в сторону анталии нагулялись находились пора уже отдыхать от отдыха ну antid pulled а а он не а